Хорошо, что камера запах не передает. Еще 25 февраля Амар Ибрагимов подал заявку в ЖУ-3 с жалобой на едкий запах, который шел из подвала в квартиру. Он с женой живет на первом этаже. Дышать нечем даже при открытых окнах. У меня жена больная. Инвалид, понимаете, нет. Она сейчас, если с этим отравлением получит, я потом на суд подам. Это шутки плохие. А вон там маленький ребенок живет в этом квартире 67-й. Они тоже говорили, у нас ребенок болеет. Причина неприятного запаха – огромная лужа, которая скопилась в подвале. Сточные воды не уходят в колодец, поскольку канализация забилась. Жильцы сбрасывают в унитаз все подряд. Вытаскивали и салфетки влажные, и прокладки, наполнители кошачьи. Все, до мусорки дойти людям лень, понимаете, в чем дело. Они все в унитаз кидают. Вытаскиваем щучьи головы, картофельные очистки, велки от елок вытаскиваем. Как утверждают водоканали, в конце прошлой недели они выезжали по адресу, пробивали колодец, достали много мусора. Вода, конечно, немного ушла, говорят жильцы, но лужа до сих пор стоит. Глубина – сантиметров 30. Да и запах никуда не испарился. Хотя подрядчик сантехнической службы заверил, что обработка была. Проблема в том, что химический препарат работает при плюсовой температуре, а в подвале холодно. Сюда уже больше того, что мы налили, недопустимо. Она сама себя заглушит и опять не будет работать. Это будет перенасыщение. У нее один флакон на определенный объем. Там 4 или 4 кубометра должно быть воды. Но вода должна быть теплая. Чтобы было тепло в подвале, его нужно закрыть. Сейчас он открыт на проветривании не первый день. Чтобы приступить к осушению зловонного озера, представители ЖУ-3 решили проверить тот самый канализационный колодец. Вода в нем осталась. Я не вижу. Вот она оттуда уйдет сюда и за домом должна идти на коллектор. А он стоит. Все. Я предлагаю тебе, Игорь Иванович, сейчас я приглашу с горводоканала и товарищей их. И пускай они мне покажут и расскажут, что они проводили здесь и что они собираются сейчас делать. Представители водоканала выехали на место. Осмотрели колодец. Я говорю сейчас о нулевом этаже. О нулевом. То бишь, у нас проблема есть. Как только уровень здесь поднимается, то все бежит. Делайте нормальную канализационную систему у себя в подвале. Вот тогда будете нам претензии предъявлять. Все. Со слов представителей водоканала, проблемы сейчас нет никакой. Канализация функционирует как положено. А вода ушла не вся, поскольку неподалеку забился еще один колодец. Уже возле 19-го дома. Они все взаимосвязаны. Сейчас и его пробили. Уровень воды должен снизиться. Те пожелания от гор водоканала, я их услышал. В процессе работы по откачке дома, мы когда тот этап мы закончим. Единственное, я попрошу подрядную организацию и потребую, чтобы на самом деле мне предоставили акт, то бишь, что касается по канализационной системе данного дома. И пусть они мне укажут письменно, что все исправно и все работает. На основании этого я тогда буду знать уже, с кого требовать. Уже во второй половине дня коммунальщики ЖУ-3 выехали на место, чтобы устранить течь и осушить подвал. А уже после можно будет провести повторную химобработку. Мария Сераева, Дмитрий Шестопалов, Денис Ефремов. Телерадиокомпания «Юганск». Это все.